Татьяна Алексеевна начала заниматься творчеством, будучи уже на пенсии. В 2012 году, благодаря сети интернет, женщина обрела для себя друзей, которых объединяют общие интересы. И дело на всю жизнь. Открыла страницу в одноклассниках. И там познакомилась с мастерами, которые шьют куклы. Мне очень понравилась их работа, очень. И я решила, думаю, может быть, мне самой попробовать. Может быть, все-таки у меня тоже получится. Ну, я начала с маленьких кукол, конечно. Лицо очень тяжело делать. Старалась, старалась делать. В сердце сидела, конечно, зимой. Летно, конечно, я когда зимой одела, лишила. Начинала Татьяна Алексеевна, конечно, с кукол поменьше. Работала в основном зимой, пока было свободное время от приусадебного хозяйства. За два года так наловчилось, что по 6-7 метров материи только одного цвета покупает в раз для своих кукол. Чтобы все под рукой было. У меня входит в это все проволочный каркас, сетипон, капрон, то есть чулочная техника. Класски, реснички и материя. Это я все покупаю. Своими руками все это делаю, как вырытищу. Сколько времени одну куклу делаете? Примерно? Ну, конечно, дома дела бывают. Если бросить все дела, то 4 дня. А если сделаем, то неделя. 7 дней. Мимо такого дома трудно пройти и не улыбнуться. Мастерицы убирают кукол только на ночь. Они выдерживают дождь и снег. Их одежда высыхает на солнце, и стеклянные глазки по-прежнему сверкают азарством. Я живу с Татьяной Алексеевной по соседству. Это творческий человек. Одно удовольствие смотреть на ее куклы. Даже пройдешь мимо, и сердце радуется. Больше мне нравятся куколы Петра и Февронии. Это символ нашего города. Самое главное, что за последние два года приобрела Татьяна Алексеевна верных друзей и старательных учеников. Я их показала, как щить. И они тоже начали. Вот подсолнухи. Вот у меня тоже здесь подсолнухи, которые там здесь сделаны на головке. Тоже начали щить. И они со мной советуются. Я им показываю. И они только говорят мне спасибо. А это для меня очень приятно. Татьяна Алексеевна является участницей окружных конкурсов по благоустройству. Каждое время года жители Дмитриевской слободы радуют новые куклы. Елена Петрова, Александр Симонов. Новости 24. Муром.